Всем привет! Вы на канале Трумафишинг. Сегодня салатца, последняя лицензия этого года. Это одна из самых живописных рек Латвии. И она у меня ассоциируется исключительно с ловлей лосося и кумжи. Самая ближайшая к морю, разрешенная для ловли часть реки, это А-зона. Лицензии сюда выкупаются первыми из-за большой плотности рыбы в этих местах. Весной она сюда спускается со всей реки, а также заходит свежая морская. И вот мы с Вадимом, имея по одной такой лицензии ранним утром, направлялись к первому выбранному нами месту, с которого нам посоветовали начать, так как это была практически первая точка на нашем пути. В такой быстрой струе мне практически не доводилось ловить рыбу, а это значило, что я приобрету новый опыт. Уже здесь пробовать? Уже вот первый камень. Признаюсь, в этом году я не сильно-то много поездил. Одна лицензия пропала, я даже не поехал, был паводок там плюс полтора метра. А до этого был раз тоже очень неудачно. Ну, в общем-то, наверное, больше касается, что нет времени сейчас. И как-то приоритеты чуть-чуть поменялись. Наверное, это больше было связано с тем, что я не ездил, потому как лицензии было «пожалуйста». Но они уже месяц назад закончились. И все же, сегодня 19 апреля. И я, ну, можно сказать так, не впервые. Я здесь когда-то был очень-очень давно, когда начинал рыбалку без опыта. Пробовал ловить лососевых, но безуспешно в этой зоне. Это А-зона первая. То есть мы здесь, в принципе, недалеко от моста. То есть это зона, которая ближе к городу. Информации кое-какой собрали, но, собственно, опыта по этой зоне нету. Поэтому как будет, посмотрим. Есть вот со мной опытный друг, который постоянно рыбачит по этой рыбе. Его, конечно, приоритет Гауя. Но с А-зона такая интересная речка. Иногда хочется чего-то другого увидеть. Цепляем 15 грамм. Мой любимый цвет. Я думаю, что ты с вами первый раз печатаешь. Откроешь, так сказать. Феерию. Вот именно, что ждем мы от этого места феерию. А вот... Нет, будет такое, что мы будем там слушать других. Блин, вчера брало, а сегодня приехали. Не вообще ничего. Ну что, попробуем. На мысике встали. Открыться первым всегда приятно. Однако я даже пока не понимал, где ждать поклевку. Подойдя к кромке берега и присмотревшись, мне показалось, что река находится в своем русле. Хотя еще неделю назад, по информации, был достаточно большой разлив. Отрегулировав фрикцион, я сделал первый заброс. И на первый взгляд, вибрация блесны в такой быстрой воде была приемлемой. Да, сегодня, кстати, обещали ветер такой приличный. Основной будет 8-9, а порывами до 12-15. Ну, то есть, конечно, для такой открытой местности это совсем нехорошо. У меня почему-то с Салацей вообще не ассоциируется с хорошей погодой в этом году. Все как-то непонятно. Тут поводок, то еще что-то. Ну, ладно, год на год не приходится. Все-таки были хорошие рыбалки здесь в прошлые годы. Это надо и вспоминать. А ты на что? Я на опуху. А покажи мне ее еще раз. Не забрасывай. Ну, ты знаешь, здесь вот серебро сейчас будет работать такое. А, угу. Ясно, я понял. А у них такие наклейки, да, есть? Да. Я почему-то как-то вот Оркла, я помню, но они все были просто блестящие, без наклеек. Вот именно свои наклейки. Угу. Дальше? Пойдем. Так, у Вадима есть первая рыба. Ну, маленькая совсем. Кумжичка. Так, что такое? Там какой-то камень, не камень. Выйдет сейчас. Странно, да, как-то? Может, там дерево? А вот она. Нет, есть, есть еще. А, она багреная, что ли? Боковая. Боковая. Боковая, все. Слушай, ну, бывает же так, да? Как-то странно, что она забагрилась на ассисты. Не, ну, удар был, она промахнулась. На таком жиха. Да. Да. Да, казалось бы, да, ассист должен быть вроде такой безопасный, да, а им и даже и подбагрить можно, по сути. Мне показалось, что был удар такой, потому что я всек. Конкретно, видишь, на эти теки они будут промахиваться тут, чтобы ей попасть. Подожди, покажи мне сюда ее. Ну, какая рыка. Ну, нормально. С почином? Да. Боковая? Хе-хе-хе. Ну, странно. Ну, я бы сказал, что поклевка была. Будем... Я считаю, что... Не, ну, как поклевка, окей, хорошо. Я вообще не представляю, как на струе еще можно в кого-то попасть тут, забагрить. Тем более, даже не тройник, понимаешь, ассист. Таким образом, мы убедились, что идем в правильном направлении. Да, пусть рыба была поймана не за рот. Очевидно, это был промах. И вообще, как я уже сказал, мне казалось практически невозможным забагрить на одинарный крючок, свободно болтающийся на заводном кольце. Но и это возможно. Порывы ветра стали значительно усиливаться, и дул он откуда-то с северо-востока. Но, как ни странно, после сильного порыва 5-10 минут могли быть вполне приемлемыми. А потом все повторялось снова. Для точки отсчета я взглянул на часы. На них было 7-10. Обычно мы не приезжаем так рано, но в яркий солнечный день иногда это стоит того. Мы достаточно медленно облавливали реку, потому как этот участок нам был неизвестен. И совсем не хотелось пропустить какое-то потенциальное место. Села. Да, первая рыбка села. Поклевочка была, конечно, такая хорошая, прямо на таком течении. Кумжиха. Ну, кумжа. Чувствуется, что вес небольшой у рыбы. Хотя, пока она не подошла, вряд ли ты что-то можешь о ней сказать такого. Сейчас такое течение, тут тоже непонятно. Но я не чувствую просто массы. То есть, она бегает и эти все рывки, они такие, ну, как бы не как у крупной мамы рыба. Но все равно, ух, аж плетенка на самом деле на струе вибрирует. Настолько сильная струя. Ну, покажись. Покажись. Да, да. Да, да. Она небольшая, но красивая рыбка. Вот она ко мне подходит. Вот она, первая рыбка. Ну, такая. Неплохая кумжича. Красавица. Сейчас, сейчас мы тебя освободим. Вот так ассист засел нормально, прям надежно. Сейчас, сейчас отпущу. Рыбка небольшая, но приятная. Порадовала довольно быстро. Первые полчаса, буквально, я уже... Ну, что? Отпускаем красивую серебряную рыбку. Потому что на таком же. Это не серебро. Или стоявшее серебро. Потому что нет, это вот, ну, чешуя мелкая, как бы, но... Рыбка ко мне повернулся, а он так, как, это... Отвечивает чешуей. Да. Красивая. О, хорошо пошла. Ну что, на самом деле, ожидание оправдывается. В этом сезоне действительно много рыбы ловят. Мы не претендуем на чемпионство, но поймать свои две-три небольшие кумжи хочется. Порадовать себя под конец сезона. К тому, как салаться в этом году уже все. Начнется скоро другая рыбалка. Ну а сейчас продолжаем. Что? Что будет в доме в доме. Что будет в доме? Рёбка. 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 Порад. Аэрия. Рёбка. 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 да сейчас до перекатика тут интересное место потише вода вадима только что была поклевка хорошая поклевка кумжовая но как-то ну асисты может быть конечно периодически она промахивается но это не значит что она не садится на него порой в таких местах где особенно не знаешь асист спасает от обрыва здесь помедленнее уже не такая динамичная лога здесь рыба стоит сегодня правда на том берегу уже были двое поэтому трудно сказать ставили нам что-то здесь из активной рыбы или нет но будем надеяться что для каждого своя рыба потому потихонечку планомерно будем облавливать до мереж не знаю я бы еще вниз бы сходила посмотреть эту зону потому что все намеченные места у нас выше они же тоже есть еще кусок река на этом участке была плюс-минус одинаковая берег был еще мягким от недавнего разлива и приходилось месить грязь так как локальных камней или приямках я здесь не знал делал заброс под тот берег старался ориентироваться на ощупь хотя 15 грамм мало где касались дна лишь несколько раз столкнувшись с камешками но проловить этот кусок одной блесной было бы несерьезно поэтому я полез в коробку подыскать что-нибудь особенное совсем другое а тем более было кое-что из новоприобретенных но поставил я короче самую такую рекомендованную для этих мест блесенку это вестин с ассистом но правда она тяжеловатая посмотрим смогу ли я и здесь играть 18 грамм она весит ай красота какая красиво играет залетит она так вообще я вообще сейчас не замахивался две трети закинул несмотря на все рекомендации выбор приманки во многом зависит от двух параметров это скорость течения и уровень воды и даже если на приманку день назад ловили отлично а за ночь уровень значительно упал то соответственно рыба меняет позиции и уровень горизонта в котором идет приманка может не подходить воблеры я рыбе не предлагал признаюсь потому как не хватало знаний и опыта в ловле на воблеры в целом с железом уверенности было немного больше более того все воблеры со столь малым заглублением у меня были репликами поэтому никаких гарантий что они работают ну дай бог чтобы так было хотя бы на каждое место где мы приехали вот так вот по одной рыбе братья и какие-то поклевки надо разведать просто ну что наш все так это самая простая зона там везде лови знаешь но конкретики конкретика важно на свойственном по-другому вообще ловится и по-другому блесна сносится я и уменьшить ну как и нормально она идет наверно для этого и 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 да тут конечно быстро водичка нечего сказать такой поток идет да очень сильный ветер выдувает петлю конечно проводку так очень трудно делать ну вот смотрю что здесь мелко на касаемся дальше я идти не решился да и вадим перестал двигаться в мою сторону поэтому я пошел обратно в общем то тот кусок который мы запланировали мы прошли оставались еще два-три куска которые находятся выше и как минимум ради информации нового опыта мы должны были туда съездить я обычно больше передвигаюсь вадим обычно больше облавливает конкретное место судя по результату работает и так и так вот этот последний дом города и рядом камень ну вот я думал что знаешь может признаешь тут где-то дома это давай так же по пути к машине вадим предложил мне остановиться в том месте где у него была поклевка и вы знаете сделали мы это совсем не зря мою приманку рыба предпочла с первого же заброса мелочь мелочь но все равно поклевочка очередная только пришли но вот я говорю надо камеру выключать сходил-ходил с камерой поклевок не было камеру выключил все стало нормально и сразу же мы поймали рыбку первый заброс то есть слушай ну так интересно течение такая струя она прет и аж вибрирует плетенка труб такое такая вибрация конкретная большая какая-то рыбка ну хорошо стукнуло прям это серебряночка походу чуть-чуть может быть крупнее чем-то ну плюс мне стала такая же ну да да крупнее ну чтож возвращались уже обратно прошли там кусочек ну и вадим сказал что здесь возле короче возле камня у него была поклевка давай остановимся попробуем первый же заброс в общем и попалась рыбка надо ее цеплять пускать но хорошая такая приятненько уже не совсем такая маленькая а такая красивая рыбка не знаю сколько метит веса небольшая 57 все всем сантиках ну хорошенько серебро красивая рыба на что ж две красивые рыбки уже на счету это приятно сейчас 9 часов утра два часа мы уже дышим свежим воздухом в окрестностях этой прекрасной реки вот в общем происходит все места правильные чуйка нас не подвела будем потихонечку продвигаться дальше а если быть точным мы шли в обратную сторону сторону машины также периодически делая забросы ведь как мы уже убедились у рыбы мог разыграться аппетиты на тех местах которые мы уже прошли что ж мы прошли первый участок наш запланированный поймали три рыбы вот помимо этого еще было три пустые поклевки две у вадима одна у меня вот я считаю что вполне достойный результат сейчас дойдем до машины и посмотрим на карту глянем куда дальше двигаться ну что следующее будем смотреть по карте мы принципе можем конечно скакать мы не обязательно нам по очереди все брать или можно в конец поехать посмотреть что там в конце красота погодка такая весенняя но ветерок ветерок сегодня порывы до 15 даже там у меня по одному прогнозу по другому до 12 не знаю сейчас 10 утра еще пока не ясно еще мы не ощутили наверно всю прелесть этого ветра хотя он мешает конечно легкими весами ловишь петлю выдувает у тебя не бывает да ты точно на фуре не прокатиться